Баклатов открыл банку, стараюсь сделать так, чтобы края были ровными. Сок выпил, а персики выпил за крыльцо. В середине прошлого века геологи использовали банки как легкие петелки. Я сейчас хочу сделать из этой банки печку-щепочницу, чтобы пройти маршруты по Чукотке, так же как там ходили геологи. Чтобы сделать печку-щепочницу, мне понадобится помимо банки ножик, гвоздь, вот нашла камешек и буду спицы вставлять. Для того, чтобы укреплять маленький котелочек, чтобы он заглублялся. Такая баллонка нашлась. Делаем дырочки. И с другой стороны. На одном уровне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот то, что банка ребристая, это удобно. Посчитать можно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сюда будем вставлять спицы. Так будет ставить петелок. Теперь сделаем отверстие для топки. Сырые веточки их надо постоянно подбрасывать. Потом лишние дырочки можно другие еще сделать. В принципе, я это, наверное, подвину. Ну ладно, главное теперь прорезать топку. Прорезать отверстие для топки. Вот так сделаем. Угу, угу, угу. Банка. Материал расходный. Так. Достаточно легко режется. Теперь попробуем, что получилось. Вот такая. Ну вот, получилась у меня вот такая вещь. Сюда вставляются эти спицы. Правда, я еще плоскогубцами края все-таки забальцевала, потому что можно было бы порезаться. В принципе, хватает и двух спиц, но я вот сделаю. Три. В принципе, нужно на двух ставить. Ну, чтобы можно было ее переносить. Сейчас попробуем. Конечно, эксперимент не совсем правильный. Вот. Щепочки-то нужны вот такие. Травинки. В тундре сосен не найдешь. Вот. Такие вот палочки от вереска, от кустарничков мелких. Это будет. 13.00. Начали кипятить. Посмотрим. Попробуем туда и мух всякий кидать. Вот такой кустарничек, вереск зеленый. Ну, костер – это основной чай там. Крышку, конечно, надо делать для кружечки, когда будет лучше закипать. Сейчас пока без крышки. Так, не надо. Такие щипочки сосновые немножечко. Это будет же кедровый сланик в тундре. А вот это у нас как бы карликовая березка. О, вереск зеленой ветки. Да, надо непрерывно подбрасывать, иначе тухнет. Вот, почти корешки. Ничего, уже на стенках пузырьки. Вот еще костер греет. Но не хочу ставить на эту почву. Это здесь торфяное. Там песок мы насыпали на кострище. тухнет. Может быть, надо развернуть к ветру, чтобы туда задувало. в основном котелке уже кипит. Закипает. Ладно, побольше кедрового сланичка. И якобы. Не, ну если только печка щепочницей занимается, конечно, быстрее, а то еще за костром следишь. Сейчас закипит и здесь. Просто надо непрерывно подкладывать. Ну, похоже, я в тундре не пропаду. Без глаза. Вселенный метод есть все, что я понимаю. Гребенедедед. Гребенедедед. Ум�나 будет отлично для мелодия. Сейчас. Гребенедедедедедед. Умна. Я стараюсь. Взнаки сверочков. Умна. Я стараюсь. Я стараюсь. Умна. Это. Умна. Умна. Я стараюсь. Сейчас закипит, я думаю еще пару минут, а может быстрее. Сейчас я стала только сюда подбрасывать. Сейчас 13 минут прошло, но я думала, если все время заниматься, можно и за 10 кипятить, а то и быстрее. А крышка будет, я думаю, за 5 нужно. Ну, главное, на таком совершенно простецком хламе закипает. То, что под ногами валяется, просто бросать топку почаще все. Ну, у нас же пузырьки поднимаются, сейчас закипит. Пузырьки не будут кидать. Он мог. О! Все. Белый ключ пошел. Основной чай уже заварился. Ладно, форсирую кедровым стланником. Как бы кедровым стланником. Это сосна, на самом деле, просто сухая. О! Еще когда ветер прям в топку, то у меня стояла она спиной к ветру. О! А когда туда дует, само все горит вовсю. То есть, на открытых тундровых пространствах с ветром будет быстро все закипать. Замечательно. Вон уже пузырьки поднимаются, можно сказать. Закипело. Ну, 15 минут прошло. 15 минут. Если бы я занималась только подкладыванием, я думаю, за 10, а с крышкой и за 7 минут. Все, закипело. Белый ключ пошел. Итак, печка весит всего 80 граммов. Готово. Здесь можно склеить эксперименту этого. Чёртовая часть выпуска покрасывает девочку. К resize печь под печь под кипом, но и сильно нет. В apoyе dásehen в trustsч modeled. Продолжение следует...